Здравствуйте, друзья! Мы приветствуем вас на фестивале «Книжный маяк Петербурга», который сегодня стартовал на брегах Невы и по бескрайнему океану интернета. В 12 часов в Российской национальной библиотеке было официальное открытие, где мы рассказали о том, что сегодня, завтра и послезавтра петербургцев и русскоязычных жителей интернета ждет 143 события, 143 встречи с прекрасными, интереснейшими, интеллектуальными, художественными, какими угодно людьми. Это и писатели, и музыканты, и поэты. «Книжный маяк Петербурга» проходит второй раз, и в этом году он называется «Музыка смыслов», где мы соединяем звук, музыку, книгу, поэзию воедино, таким образом соединяя миры, которые встречаются вот где-то вот здесь вот между ушами у каждого из нас и производят какое-то алхимическое такое действие, результатом которого является какое-то изменение языка, света в глазах, какой-то доброты, открытости. Это вот такое обычное явление, когда человек погружается в культуру, в литературу, в музыку и делает это на регулярной основе. Но не буду останавливаться на рекламе здорового образа жизни с точки зрения души, интеллекта и какой-то социальной действительности. Сегодня хочу представить нашего гостя Андрея Курпатова, который, по сути, является нашим постоянным другом, партнером, резидентом, как говорится по-аглицки, если, в общем, соратником фестиваля «Книжный маяк Петербурга». И сегодня мы поговорим о такой сфере, на которую все очень любят разговаривать, особенно когда про детей идет речь. Или вот я, когда руководил книжной сетью «Буквоед», приходили ко мне новые сотрудники, и я задал вопрос, любите ли вы учиться. Все очень любят учиться. Значит, постоянно говорят, мы постоянно чему-то учимся. Вот такой общий тезис. А мы сегодня поговорим о том, а что такое учиться вообще, в принципе. Какие есть подходы, какие есть иллюзии в этом процессе. Да, вот учиться, да, ведь учиться — это же из состояния 1 переходить в состояние 2, чтобы они как-то качественно различались. И в качестве названия мы взяли нашего незабываемого идеологического классика Владимира Ильича Ленина, который сказал «учиться, учиться, еще раз учиться». Но мы посмотрели немножко так по-гуржиевски на вот эти слова и поставим вопрос таким образом, и Андрей, наверное, первый вопрос в связи с этим. Вот учиться, учиться, учиться — это как? На самом деле я бы здесь разделил. Вообще человек проживает несколько фаз своего развития, и они связаны сначала с формированием мозга, потом с его функционированием, потом его постепенным ослабеванием, так сказать, его функции. Если мы говорим про детство, да, и образование, оно у нас обычно ассоциируется, собственно, с детьми, то есть период, когда мозг активно ищет информацию и делает это абсолютно, как бы сказать, по внутренней потребности, да, потому что вот изучение языка, например, мы про это думаем, что это так естественно, что ребенок осваивает язык. На самом деле это достаточно сложная такая психическая функция, но дети его сами ищут. Если они оказываются, дети, которые обладают знанием всего нескольких слов из разных языков, оказываются в одной какой-то группе, то они создают свой собственный язык, да, который имеет ту же самую грамматическую структуру, что и наши, в общем, другие большие крупные настоящие языки. То есть это период, когда мозг формируется, и ему нужно в соответствующих зонах сформировать навыки. То же касается музыкальных, например, навыков, да. Понятно, что если вы осваиваете музыкальный инструмент в детском возрасте, у вас еще идет формирование тех слуховых зон, которые впоследствии вы будете использовать. И если вы не занимались музыкой, то вероятность того, что вы превратитесь в блистательного какого-то композитора или музыканта, решив в 35 лет круто изменить вектор своего развития, маловероятен. Сезария Уора смогла в свое время. Ну, она вышла на сцену в этом возрасте. А так, как она пела до этого, так она и продолжала петь после этого. Поэтому все-таки есть этот период, когда наш мозг закладывает такие основы. И это очень важно, этот период активно использовать у ребенка для того, чтобы мозг изначально имел большую базу, на которой потом будет все строиться. Дальше мы вступаем в возраст уже постпубертатный. И здесь обучение превращается в обучение, сопряженное с какими-то целями и внутренними какими-то императивами. С тем, что для человека молодого становится важно, потому что это сейчас модно, это там клево и так далее. И это еще очень неплохой период, до 25 лет этого такого образования. Ну, вот 25 лет, 30 – это то время, когда закрываются все окна возможностей, которые генетически нам были предоставлены нашему мозгу. И дальше мы уже обладаем тем аппаратом, который всему, чему мог обучиться, вот по сути дела, самоходом, просто оказываясь в соответствующих средах, заканчивается. У нас за это отвечает больше правый полушарий, который отвечает за новизну по сравнению с левым. В детстве правый полушарий тоже более активно функционирует с возрастом, левый полушарий берет на себя всю работу. И дальше, к 30 годам, у нас мы находимся в состоянии, когда нам все понятно. И когда люди даже начинают чему-то там обучаться, то в целом они ищут знакомое в том, чему они обучаются, узнают это. Ах, да, что-то такое было. И у них возникает ощущение, что они что-то там выучили и так далее. Учиться после 30 лет – это огромный труд, потому что мозг утрачивает ту пластичность к обучению, которая присутствовала на предыдущих этапах. Да и любопытство зачастую. Ну, любопытство, на самом деле, никогда бы я на любопытство не делал ставку. Любопытство – это эмоции интереса, любая эмоция нестойкая. У вас, может быть, любопытство интересно, а потом, когда надо что-то действительно выучить или понять, то что у ребенка, что у взрослого, в общем, любопытство быстро улетучивается. Очень важно в этом возрасте иметь внешние обстоятельства, которые побуждают тебя к обучению. К сожалению, я должен сказать, что этих обстоятельств сейчас будет много, потому что современный человек оказался в новой культуре, в новом времени, при котором его прежние навыки, его прежние профессии будут быстро устаревать, будут быстро трансформироваться. Я прошу прощения, вы так шумите все, можно там поставить кого-нибудь и закрыть, и не пускать. Это просто неуважение к разговору. Вот, да, значит, вот это к вопросу про обучение. Говорят, что-то рассказывают, все, поехали, дело. Вот, я только что, сейчас вот, у меня перед этим была встреча лаборатории искусственного интеллекта ЗВЕР. Они работают сейчас над созданием технологии распознавания по снимкам, чтобы искусственный интеллект сам определял характер кровообращения в головном мозге и риски, значит, возможных катастроф сосудистых. Очень скоро мы будем иметь медицину, при которой диагностическую функцию на себя возьмет искусственный интеллект. И функции врача, который перед этим славился своими диагностическими возможностями, не будут востребованы, он должен будет переучиваться. И это, я говорю про сложный такой навык, да, потому что нет ничего сложнее в каком-то смысле из практических таких постоянных занятий, нежели врачебная деятельность. Не хочу никого обидеть, но это, правда, очень сложная задача. А что уж говорить про утилитарные, да, очень простые навыки будут скоро, ну, как бы, те профессии, которыми люди занимаются, будут утрачены. И дальше начнут действовать обстоятельства. После 30 лет вы должны оказаться в обстоятельствах, которые заставят вас учиться. И этот стресс, да, потому что, как мы знаем, что такое навык, да, это формирование нейронных связей между соответствующими нервными клетками, это, по сути дела, механизмы памяти. Именно за них Эрик Кендель в 2000 году получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине, где он показал, что формирование навыка, вот в таком, как бы, сказать, в нейрофизиологическом смысле определяется объем повторений, то есть если вы постоянно что-то повторяете, то у вас этот навык формируется. И второе — это уровень стресса, уровень эмоциональной нагрузки. Потому что в этот момент выделяются факторы нейротропные, которые способствуют прорастанию нервной ткани, соединению нервных клеток друг с другом. И, ну, понятно, если вы будете учить английский язык просто посещая какие-то, значит, вольные курсы — это одна история, другая история, когда вы учите английский язык, а вам надо сдавать экзамены в ВУЗе по английскому языку, и третья история, когда вы, значит, учите английский язык, потому что вы оказались в среде, потому что вы должны там работать, вы должны там действовать, вы должны там функционировать. Можно все-таки закрыть там эти двери? Вот, да. Значит, соответственно, стресс. И, к сожалению, сейчас будет много стресса, который будет побуждать людей, как бы сказать, меняться. Вот, к сожалению, это будет неприятное время. Я должен предупредить о том, что необходимость переобразования — это то, что нас ждет впереди, и это не будет большое-большое счастье. Вот, это будут вынужденные меры. Хотя, конечно, значительная часть, возможно, людей будет функционировать в рамках, там, безусловно, базового дохода и жить на издевении у тех, кто еще способен совершать интеллектуальную деятельность, совместимую с трудом. Вот, дальше, я не случайно сказал про третью фазу, да, постепенно дегенеративные изменения, которые будут происходить в нашем мозге, они начинаются, на самом деле, достаточно рано, то есть они там могут начаться уже после 50 лет, с началом там атеросклероза первичного, там и так далее, постепенно начинают нарастать дегенеративные процессы непосредственно в мозговой ткани, которые связаны с, ну, известными именами Альцгеймера и других наших крупных товарищей, Паркинсона, там и так далее. Вот, и здесь, как сейчас доказано, нашим, можно сказать, отечественникам, хотя он в свое время умудрился в 74-м году эмигрировать из Советского Союза, ученика Лури, ныне профессора Нью-Йоркского университета, Элхана Голберга, значит, занятия на всяких разных компьютерных играх, компьютерных тренажерах, там и так далее, после, вот, начала этих дегоративных изменений, способны существенно продлить наш период, как бы, интеллектуальной, ну, адекватности, так будем говорить. То есть компьютерные игры для пожилого населения, это благо. Для молодого поколения это разрушительно, вот, поэтому, если кто-то хочет из молодого сразу к Альцгеймеру, то, пожалуйста, вот, а так, подождите, я все время говорю, ну, вы все сможете насладиться, когда этому придет свое время, и это будет даже полезно. Вот, поэтому, вот, обучение сначала это, по сути дела, само по себе. После этого, когда уже мы сформировали свой мозг, это при нагрузке, при воздействии. Ну, здесь вот, может быть, какое-то такое средовое воздействие, может быть, социальное воздействие, что очень важно, да, ну, то есть, вот, если мы берем в пример, там, Академию смысла, да, мы здесь обучаем достаточно сложному навыку мышления, но здесь есть очень интенсивное социальное воздействие, потому что вокруг тебя есть люди, которые вместе с тобой решают какие-то задачи, есть это эмоциональное вовлечение, есть, ну, как бы, потребность соответствовать ожиданиям, да, внутренняя потребность, не вынужденная, да, просто потому что ты хочешь быть внутри той социальной общности, которая способна делать такие штуки, вот. Ну, это тоже, но это тоже давление, да? Стимул, да, такой, который, да, тебя подвигает, наверное. Да, вот, но обычно нас подвигают учиться негативные стимулы. Ну, и в конце концов, вот, сядем в джойстике, вот это вот, лет мы с тобой через сколько, 25-30? Ну, я думаю, что мы найдем себе другие способы провокации роста. И все-таки чуть-чуть глубже, здесь вот у нас гости как раз все достаточно, ну, уже взрослые, и, собственно, мы уже вот детский навык потеряли, и надо обретать такой взрослый навык. Вот научиться учиться, вот как я понял, это погрузить себя в обстоятельства, которые вынуждают обучаться, и мы, на самом деле, мы уже в них находимся, да, то есть для того, чтобы даже использовать там мобильный телефон, социальные сети, связи, там, значит, какие-то коммуникации современные новые, это уже там стимул. Но вот помимо погружения себя, вот, может быть, есть еще какой-то способ таких провокаций, да, культурных провокаций. Вот какова роль культурной провокации в развитии человека? Вот как бы это и касается и провокации по отношению к тому, кому ты желаешь добра, так и провокация к себе. Вот какого рода провокации практически могли бы быть? Ну, первое, пойти в Академию смысла, да, то есть такая провокация. Ну, я не очень в это верю, честно говоря, что ты, я по молодости, я помню, спросил у своего научного руководителя, профессора, может ли быть такая книга, которую вот человек прочитает, а она его, значит, как-то изменит, внутренне трансформирует, смотрел на меня как на дегенерат, и сказал, нет, вот. Ну, не надо испытывать иллюзии. Мы внутренней трансформации претерпеваем, но не просто так. Мы вообще очень ригидные, очень, как это, стремящиеся к неким автоматизмам, к некой ясности такой, понятности там и так далее. Мы не любим неопределенности, новизны, вот это все, это все иллюзия, да. Рептильное существование, оно вполне устраивает. У нас оно, да, но мы плоть от плоти, это природа, которая, собственно говоря, не, как там говорили у нас в свое время на телевидении, работает, не трогает, да, вот, про телевизионный проект. Точно так же, в общем, природа функционирует, не трогай. Вот, и я не верю в то, что могут быть какие-то такие серьезные, провокативные техники, да, которые способны сподвинуть. Другое дело, что мы на счастье имеем в своем арсенале свое подростковое, юношеское и молодежное... Задор потенциал какой-то внутренний. Да, но мы тогда переживали определенные, открывали, так сказать, определенные окна возможностей, и они в целом являются проводником, да. И если мы говорим про культуру, вот, то, конечно, ну вот я оперу как-то понял вообще, что это такое, и стал получать удовольствие от этого жанра искусства уже к сорока годам. До этого я считал, что я не понимал, зачем люди кричат и мешают такому прекрасному музыкальному, значит, инструментальному симфонической музыке, по сути дела. Мне кажется, это просто... Но меня в детстве вводили все время филармонию, и это, видимо, испортило, так сказать, мое представление о прекрасном. Вот. И поэтому для меня было бы очень большой сложностью. И почему я смог услышать это, понять там и так далее? Ну, во-первых, я что-то в молодости слышал, у меня была хоть какая-то там наслушанность там и так далее, а было социальное давление. Мои друзья, меломаны, которые вот как бы в этом все прекрасно понимали, для которых это было. Я слушал совершенно завороженно там Зальбургский фестиваль. Мы там, значит, что-то послушали, садимся после этого в кафе, в ресторане, и они начинают рассказывать то, что происходило. Вот. Я думаю, господи, там эти женщины орали. Вот. А они говорят, нет, это было вообще гениально. И долгий был процесс, понимаете, который после этого я там через набор итераций, очень дискомфортных, то, что сидеть два часа, смотреть, как кричат люди, вдруг ты понимаешь, что они не кричат, что они производят совершенно невероятное эмоциональное на тебя воздействие, потому что создают внутри вот этого действия, да, эмоциональные переживания каждого из героев, потому что они не говорят текст, да, они не, как бы сказать, не пытаются тебе рассказать. Вот прочитал все, что в программке было написано, этого достаточно. Они тебе рассказывают, что они переживают, переживая утрату, как они это чувствуют. Вот это абсолютно эмоциональные. Я думал, что они должны петь, но как пение, они не справляются. А вот передать эмоционально, да? Ну, конечно, вот все эти переходы голоса, ну, как бы, по сути дела, это такая струна, которая там внутри хорошего исполнителя передает тот эмоциональный посыл, который он переживает в данном, в данной мизансцене, да? То есть создает эффект резонанса, как сказали бы, физики, да? То есть люди соно настраиваются. Да, но для этого надо, вот для того, чтобы суметь настроиться, значит, нужно для этого... 40 лет прожить. Сначала, нет, но сначала надо было иметь хоть какую-то подготовку, да? Потому что если человек был воспитан только на унце-унце, ну, как бы, я не... В моем сознании нету... Можно провести, конечно, такие эксперименты, взять слушателей радиошансон, значит, и начать водить их на Зальбургский фестиваль, но боюсь, что там, как бы, мы вряд ли сильно увидим прогресс. Конечно, нужно что-то закладное, потом социальное давление. Ну, то есть, по сути дела, я чувствовал себя дискомфортно в кругу интеллектуальных, интересных людей, когда я не мог понять, что происходит. Я чувствовал себя, ну, дебилом. Ну, как-то они же не дурака валяют, да, а ты не понимаешь, про что речь. Вот, поэтому, ну, опять же, это социальное давление, которое ты испытываешь, оказываясь в условиях. И социальное давление, понимаете, не просто, что там к тебе кто-то, а потому что это значимые для тебя люди. Это очень важная вещь. Социальное давление, это, понимаете, вот как в семье. Вам в семье кто-то сказал, ну, не знаю, как-то ты сегодня, значит, в холоде. Ну, если бы мне это сказали где-то на улице, я бы что по этому поводу сказал. Но когда я тебе говорю о семье, ты думаешь, о-хо-хо-хо-хо, да, значит, есть социальное давление эмоционально близких людей, с которыми мы находимся в этой семье. Как найти этих людей? Ну, в каком-то смысле, может быть, такие мероприятия, как, там, вот такие фестивали, такие, да, маяки там и так далее, ну, вот, они в каком-то смысле являются таким фактором, который позволяет людям, находящихся в какой-то уже социальной близости, друг к другу обсудить это и дать вот эту, оказать это воздействие такое эмоциональное. Вот. Но, опять же, я гуманистической такой традиции, как ты знаешь, придерживаюсь очень аккуратно, вот, я больше поведенческий, бихвеористский, такой у меня настрой, вот, позитивистский, вот, и, конечно, мы такой трансформации просто от самих фактов культурного, культурной акции, да, на психику не сможем. Ух, Томский говорил, наш мир таков, каковы наши доминанты, то есть, вот, то, каков я, то я способен увидеть, вот, если я, у меня нету там, ну, наученности видеть что-то прекрасное, вот, там, ну, я прошу прощения, ну, живопись, но это же надо вообще, в принципе, как-то, это вы посмотрите, как ходят люди по музеям. У меня вот это, ну, я сам когда-то так ходил, вероятно, вот, но если задуматься, люди ходят и читают таблички. Вот они так подходят. О, похоже или не похоже, понятно, непонятно. О, да, Шишкин, Айвазовский, ну, конечно, вот, и дальше в полном, значит, восторге, что они видели и Шишкин, и Айвазовский, они видели табличку Шишкина, и Айвазовский. Ну, вот, ну, впрочем, Шишкин и Айвазовский, ну, там, может, табличкой можно было бы ограничиться, но, если мы говорим про современное искусство, например, но оно абсолютно непонимаемо без предварительной подготовки, без умения получать удовольствие от такого рода зрелища. Без понятия, что такое постмодернизм. Ну, постмодернизм тоже был бы... Вот, поэтому, в конечном счете, все равно мы возвращаемся к тому, насколько мы сами сложны и настолько сложный материал мы можем воспринимать. И мы можем сколь угодно гениальное произведение продемонстрировать человеку, у которого нету навыка восприятия этого произведения, нету способов умения прочитывать соответствующие смыслы, он их и не прочтет. Да, благодарю, Андрей, мне кажется, мы эту тему посмотрели, но поскольку мы находимся в пространстве книжного маяка, я перестану исследовать вместе с тобой и благодаря тебе вот тему книги и роли книги не только в развитии персоны, личности отдельно взятой, но и общества в целом, потому что есть организм, есть метаорганизм, вот там народ, наш род, да, и вот этот народ, он в среднем что-то читает. Мы, книжники, люди, которые распространяют книги, надеемся, что мы сможем предложить такой ориентир, как 12 книг в год, как санитарный минимум на пути саморазвития. Вот страна, население которой в 80% случаев читает 12 книг в год, она, как тебе кажется, будет отличаться от того, что в целом мы имеем на сегодня, да, вот если представить Россию, там, допустим, ну такое фантастическое будущее, да, то есть 80% россиян читают 12 книг в год. Как экономика, как культура, как язык, как развитие мозга отличается у этой страны будущего? Значит, я считаю, что это предельно фантастическое будущее. Вот так и вы заявили. Да, я готов, так сказать, служить ему и делать какой-то вклад в это дело, но реально, конечно, у нас очень низкая и это не, ну, Россия касается так же, как и множество других стран, вот, и основная, конечно, проблема, то, что я сформулировал, как переезд из галактики Гутенберга в галактику Цукерберга, мы переходим из культуры, из цивилизации текста, вот, она была недолгой, моя прабабка, и одна, и вторая, кстати, были неграмотные, вот, так что наличие текстов еще не делает цивилизацию цивилизацией текстов, да, мы до 20 века были в целом цивилизацией, ну, там, тиражи Пушкина, да, которые там 200 экземпляров, 500 экземпляров, там, нынешний самоздат, да, значит, мы не были цивилизацией текстов, мы были цивилизацией одной книги, которую тоже не читали, которую нам пересказывали, да, вот, и всяких разных обрядов, традиций, там, и так далее. В текст мы пришли вместе с индустриальной волной, это произошло, соответственно, в начале 20 века, и очень недолгий был этот период, пока мы, это вот по экспоненте развивалось, на информационной волне это достигло своего пика, это состояние, информационная волна, это середина 50-х годов, да, это появление телевизора, ну, если мы говорим на Западе, да, это вот ознаменовало, собственно говоря, что мы вошли в новую третью волну по Атофлеру, значит, и мы стали вот цивилизацией текста и просуществовали в ней, ну, по сути дела, до 2000-х годов, и постепенно это замещение уже стало происходить, оно стало происходить чуть раньше, за счет того, что телевизор в значительной степени вытеснил книгу, это, кстати, сейчас доказано, что если пожилые люди читают или смотрят телевизор, Альцгеймер развивается в два раза быстрее у тех, кто смотрит телевизор, нежели тех, кто читает, вот, это я вообще популяризирую книгу, да, да, отлично, вот, то мы, собственно говоря, перешли в набор образов, вообще, что такое телевидение, да, что такое дальше социальные сети, трансформация социальных сетей, она очень наглядна, мы начали с лайв-джорнала, да, с текстового формата, достаточно быстро все это потом перекочевало всякие в Facebook и ВКонтакте, потом Instagram, это, по сути дела, уже очень короткое изображение, и, там, твиттеры, TikTok'и и так далее, ну, то есть мы перешли совершенно в ней текстовый, это все одни сплошные мемасы, вообще, вот, ирония, термин «мем» сформулировал Вичард Докинс, вот, он здесь был, кстати, в этих прекрасных стенах, вот, милейший борец, так сказать, с нашими анахронизмами всякими разными, он в 70-х годах в своей книге «Эгоистичный ген» сформулировал понятие мема, как единицы культурного смысла, который, значит, вот, который мы заражаем друг друга, вот, заражаем друг друга, когда мужчина и женщина, значит, генами, ну, они рождают в результате, вот, то, что получилось в результате заражения, вот, и мы точно так же обмениваемся мемами, но вот проблема состоит в том, что раньше мемы – это были элементы сложной текстовой структуры, то есть это за каждым мемом стояла какая-то текстовая подложка, да, контексты, да, там, условно говоря, какие-то персонажи, какие-то истории, да, какой-то очень большой, сложно организованный нарратив. Если мы говорим про, значит, нынешние мемасы, да, то они, как бы, они прочитываются вот здесь, сейчас, и в лучшем случае нужно знать актуальную повестку, да, то есть большая часть мемасов не требует вообще никакой культурной… С чего боимся, с кем воюем. Да, ну да, вот, и этого, собственно говоря, мы переходим в эти образы, и главная их проблема состоит в том, что они не включены в единый нарратив. Если у вас нет единого нарратива, то у вас нет единого поля смыслового, в котором вы способны, ну, увеличивать сложность, увеличивать иерархию, увеличивать структуру, там и так далее. Просто набор паззлов, которые друг с другом не женятся. А единый нарратив – это вот что-то типа легенды Древней Греции, что-то типа индуизма, это что-то типа Махабхараты. Ну, если я не ошибаюсь, у нас вот это, наше сегодня совещание называется «Учиться и учиться и учиться» в оригинале, по-моему, там «Принципом коммунизма» вот просто убрали, там вот одно из важнейших вот это кино и цирк, цирк убрали, да, и вот это вот учиться, учиться, учиться за принципом коммунизма. Вот, да, но если мы говорим, например, коммунизм, да, если мы говорим про идеологию, это серьезный структурный дискурс, который дает объяснение как бы всему происходящему. Теперь вот, да, Лев Лурье замечательный, резонно спрашивает, значит, я, говорит, я в целом не против, ну, там, того и сего, но вы можете сказать, какая сейчас правильная оценка-то всего происходящего, потому что в зависимости от оценки вы получаете совершенно разные исторические события, да. Сейчас раньше ходили, смотрели в мраморную столовую белую, в этом, в Эрмитаже, в земледворце, ходили смотреть то, что там, значит, буржуйское временное правительство, значит, раскулачили. Ну, вот, сейчас ходят и говорят, все керенские, вообще, все вранье, керенские хорошие, вот, и здесь вот большевики пришли, картины потоптали, там, все, испортили хорошие вещи, наделали, да. Ну, вот, что, и то, и другое случилось, причем, вот, как бы, тут ни с чем я подумаю, и вот, что с этим делать-то, как быть, да, вот, и отсутствие этого нарратива, который, собственно говоря, не позволяет нам структурировать информационный материал, то есть, хорошо, у меня есть, что такое нарратив, да, у тебя есть некий сюжет, который развивается, я могу на него нанизать, я могу бы, как бы, белогвардейскую конструкцию, да, там, буржуазную и так далее, могу коммунистическую, рабочекрестьянскую, неважно, какую, значит, марксистскую, вот, но это стержни, и на них насаживается содержание, и держится, как на шампурах, вот, сейчас у нас шампуры вынули, и лежат такие кусочки незажаренного мяса, вот, гниющего, вот, и мы, значит, пытаемся в нем как-то найти смысла, но в целом вызывает у меня ощущение, вот, что такое книга, про 12, я вспомнил вопрос, вот, что такое книга, книга, это нарратив, это история, да, неважно, читаете вы нон-фикшн, да, я, что я читаю только нон-фикшн, это всегда история, у вас есть, там, условно говоря, исследователь, который говорит, знаете, а вот выяснилась такая странная вещь, и вот, если вот посмотрим сюда, то оказывается, вот это сюда, и тут я задумался, и тут еще, и там вот это, да, 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 и вот он, он рассказывает нам истории, факты насаживаются на историю, вы способны это усвоить, во-вторых, книга, кроме того, что это нарратив, это сложный интеллектуальный объект, то есть, если у мема есть единственный смысл, данный здесь сейчас, примитивный, который, понимаете, примитивный смысл состоит в том, что вы его не можете высказать иначе, вот, что такое смысл, да, смысл это то, что вы пытаетесь оттранслировать другому человеку, используя знаки языка, в частности, да, я каким-то образом пытаюсь объяснить смысл вот своей мысли, да, вот, я приведу какие-то слова, примеры, там, и так далее, и большие смыслы предполагают возможность разным способом говорить про это, ну, то есть, условно говоря, мы берем какого-нибудь великого писателя, по большому счету, это, там, условно, Достоевского, это какой-то, ну, один, два, три смысла, да, который он передает вот так, вот всяк, пятое, десятое, и так далее, вот, сейчас смыслы такие абсолютно лапидарные, такие, нулевые, так, бам, вот он, мемас, вот, а, значит, что такое книга, это сложный интеллектуальный объект, где смысл, да, ну, вот, если мы возьмем тот же, там, нонфикшн, ну, и мы можем взять точно так же художественную литературу, но там есть некая идея, да, которую, смысловое некое наполнение, что мы хотим, чтобы автор передал, он, когда писал, он туда это вложил, а мы это должны распаковать, да, и он создает этот сложный интеллектуальный объект, состоящий из многих, как бы, срезов, взглядов, точек обзора, оптик, там, и так далее, и мы открываем для себя смысл, он нам транслируется, и это развивает мышление, поэтому, если говорить про страну, которая способна, чтобы каждый человек читал, значит, 12 книг в год, страниц, так, под 350 и плюс, да, потому что некоторые, я просто иногда в инстаграме, там, у меня используются цитаты из моих книжек, какая-нибудь моя, я очень записываю видео, и мне помогает кое-кто, да, здесь сидит, подгадывает, вот, значит, цитату из книжки, и потом в комментариях кто-то пишет, какая интересная статья, статья, две тысячи знаков, ну, вот, просто это, ну, я ничего не комментирую, вот, но надо про это понимать. Это страна, соответственно, где читает 80% в 12 книг в год, она какая, то есть, что там в ней происходит? А у нее есть мыслящее население, вот, что такое мыслящий человек? Это человек, который способен строить социальные отношения в рамках своего ближнего круга. Модели сложные, да? Нет, мыслящий человек способен построить семью и рабочий коллектив. Значит, вот если у вас общество способно строить семью, неважно, какую семью, там, будет один мужчина, четыре жены, там, полиаморную, там, моногамную, последовательно моногамную, неважно, какую, да, но если он способен построить семью, то есть отношения, в которых есть набор взаимных обязательств и набор взаимной помощи. Значит, и если он способен построить производственный коллектив, вот, то этой стране не угрожает ничего. Это 12. Вот те, кто будет читать больше 12, там дальше же, как бы, вот, они, в принципе, способны будут производить интеллектуальный продукт, который будет конкурентно способен на мировом рынке. К сожалению, мы очень сильно, в этом смысле, мы самые главные годы пропустили. Мы занимались тут непонятно чем. Вот, когда у всех появился интернет и стартапы, у нас появился малиновые пиджаки, и, значит... Мехтенная отрасль развернулась. Она даже еще лежала, вот, она стала разворачиваться после уже, в 2000-х годах. Вот, поэтому мы непонятно чем занимались, в общем, ключевой период. И у нас нету, даже при наличии хороших идей, если бы они были, значит, они могут прорастать только на индустриальной почве. То есть должна быть почва, которая эти идеи материализует в продукте, я не знаю, в чем-то, что... Идея, это же как жизнь в теле, да, вот в этого голема надо вдохнуть, так сказать... Должен быть голем, да. Если у вас куча душ, и нету големов, оно не работает. Да, поэтому, соответственно, мы сейчас просто оказались в конструкции, когда нету вот этой индустриальной основы для реализации даже хороших идей, если они будут появляться. Поэтому все благополучно уезжают, и понятно, почему это происходит, потому что там есть индустрии, которые способны твои идеи реализовывать. Вот, поэтому, если у нас все будут читать больше 12 книжек, то мы легко создадим, у нас будет голем. Экономика будет расти. Ну, то, что мы, ну, как бы, мы вообще гордимся, что мы очень умные. Я, как бы, не против. Пусть мы будем умные. Но нам надо куда-то вложить. Вот, чтобы вложить, для этого народонаселение в целом должно читать 12 книг плюс. Вот тогда, как бы... И производительность труда пойдет вверх. И пойдет все, да. Конкурентоспособное... Вот он прекрасный ниш. Ну, я думаю, что когда фантасты рисуют образы будущего, и мы вдруг там через 100 лет обнаруживаем себя в чужом литературном произведении, может быть, это и хороший такой способ, на самом деле, изменений, когда вот этот образ начинает там созревать, люди начинают привыкать к нему. Да, вот вчера не было привычки, что мы там будем там читающей страной. Это было какое-то старое прошлое. А сейчас она сформируется, и, глядишь, будем жить в той стране, которую ты нарисовал. Я лично туда стремлюсь, намерен там пожить. Размеры этой страны могут быть разные. Главное, чтобы это была Россия. Вот, и тогда и детям будет здесь интересно. Если я не знаю по фантастам, у них какие-то же сценарии катастрофы, не сплошные. Ну, Жульвер, ну ладно. Нет, это уже все закончилось. Мы уже Жульверно прошли, все летаем, плаваем там и так далее. Мы эту часть уже сделали. Нынешние фантасты предлагают, так сказать, расколотые миры, зомбоапокалипсис и так далее. Да, правят этим миром. Жалко, что не Брэдбери. Я думаю, что время Брэдбери еще впереди. Так вот, возвращаясь опять же к книге, немножко хочется в сторону языка посмотреть, потому что книги же это же тело текста, да, то есть и текст это тело смысла. Вот владение языком, ну каждым из нас, да, вот объем, качество, структурность, системность, точность, какое значение это владение имеет с точки зрения нашей основной темы. Учиться, учиться, учиться. То есть умение назвать желаемую компетенцию происходящее, умение ее распознать, да, и умение ее придать ей новый какой-то смысл через изменение текста, контекста. Вот чуть-чуть сюда, я понимаю, что мы уходим далеко от нашей массовой аудитории в разговоре, но ценность книжного маяка как раз вот в точке кипения, там, где, собственно, максимально высокие температуры. Вот с точки зрения фабрики русского языка или какого угодно, которое производит смыслы, какова роль ее в процессе обучения и освоения неведомого? Ну, я, наверное, сейчас выступлю парадоксально. Это самое темное, что может быть. Ну, понятно, что есть язык профессиональный, я сейчас не беру его за, мне оставляю его за скобками, значит, нашего повествования. Профессиональный язык, собственно говоря, способен, что такое профессиональный язык? Он создает как раз структурные точки интеллектуального объекта вот этой дисциплины, в которой вы функционируете. И вы всегда можете увидеть профессионала, потому что когда он начинает использовать и строить эту свою фразу, вы понимаете, что учтены все смыслы, которые создают вот так вот, как здесь эти шарики, значит, с палочками, так сказать, они создают в этот каркас понимания соответствующей области знаний. Я сейчас это оставляю в стороне. Невозможно никакое профессиональное знание без соответствующего языка, потому что что такое слово, да? Слово – это то, что толкуется через другие слова, да? И поэтому ты должен знать все способы толкования Архитектуру такую, да? Да, через слов, через друг друга. Вот, да, поэтому мы это оставляем. В остальном мы используем очень бедно свой язык, и в своей обычной речи мы используем порядка 5% слов, которых мы знаем. Ну, по крайней мере, это я цитирую результаты исследований начала 90-х годов. Вот, когда же мы используем 95% других слов? Вот, когда вокруг, с нами рядом появляются представители противоположного пола, вот, которые вызывают у нас, так сказать, желание произвести на них соответствующее впечатление. Величивое такое. Да, ну, там оно может быть любое, да, но, значит, на самом деле богатство языка, оно абсолютно избыточно, эволюционно никак не оправдано, кроме как необходимостью полового отбора. И вот эта сложность языка, это, по большому счету, способность возбуждать партнера. И когда в культуре это было очень важным составляющим, да, что Пушкин делал, говорили, он страшен как обезьяна, он, конечно, это говорит, да, невозможно. Я не шучу, его эти современники писали, да, и девушки все падают штабелями, да, у него много слов. Он, вы же знаете, Том Пушкин есть там, они посчитали их, ого-го. Вот, да, и это на самом деле просто способ, это, собственно говоря, один из основных таких столпов этого научного направления является Джеффри Миллер, который, собственно говоря, проводил все эти большое количество экспериментов. Он, ну, не один, это большая, большая, большой пулу различных исследований. Вот, и в целом вот это многообразие языка, его сложность, его изящество, его декоративность, вот это наши павлинии хвосты. Но, понимаете, павлинии хвосты нужны в том случае, когда есть проблема с завоеванием и есть мотив на завоевание. Значит, сейчас сорокалетние люди больше занимаются сексом, нежели молодые люди, двадцатилетние. Почему? Потому что вот такое сейчас происходит трансформация общества, что это перестало быть той ценностью, которая она была, например, в предыдущей культуре, сформированной другими социальными обстоятельствами, другими социальными нормами, наличием запретов и так далее, соответствующими сладкими плодами, которые из этих запретов родятся. Сейчас нету, ну вообще, в принципе, гендер теряет свою прежнюю форму, у него сейчас новая форма, я не оцениваю никаким образом... Ни дизайн одежды? Нет, я имею в виду, что я не говорю, хорошо это или плохо, но то, что касается гендерности, она стирает мне павлиньи-хвосты, это же всегда действует при, как бы сказать, павлиньи-хвост, если бы у самки был, павлина был павлиньи-хвост, то там непонятно, чем бы дело закончилось. Вот, да, поэтому это, собственно говоря, существенная трансформация, поэтому язык становится все более бедным, вот, он все становится более... ну, не надо производить впечатление на других людей, нету в этом... Кроме того, из-за того, что мы перешли от Гутенберга от текста к образу, вот, то в целом можно произвести впечатление, ну, вот... Эффектами внешними. Ну, вы видели, они какими-то цветами красят волосы, вот это все. Ну, раньше тоже красили, но это был, как бы сказать, культурный вызов, ну вот, а сейчас просто, ну, как-то попугайчики бывают какие-то волнистые, желтенькие, красненькие, зелененькие, там, и так далее, и это прям потребность, понимаете, потому что других способов произвести впечатление, а как я могу произвести впечатление на другого человека, если он не понимает слов, которые я декоративно, он знает, как Эллочка у людоедочка, у него там это, и дальше смайлики и мемасики, ну, как бы, вот он, набор, мы пообщались, так сказать, и я тут вдруг раз, и что-то велеречиво, да, все, конец, я потерял, так сказать, возможность свои генные отправить дальше вперед в эволюционное будущее, вот, поэтому, ну, что, да, поэтому эта проблема языка, как бы, язык является просто индикатором его объединения, является демонстрацией того, что мы переживаем с точки зрения гендерной трансформации культуры и изменения роли секса в обществе, да, потому что у нас секс в обществе играл всегда очень важную такую, не всегда, вот, я соврал, вот, но в новое время, в эпоху просвещения имел очень важный, очень важную функцию и роль, он был нормирован, он был, там, описан, он был связан с приватностью, с, как бы, с контролем, с насилием, там, и так далее, да, вот, ну, а сейчас все, поехало, каша разъехалась, все, мне кажется, что мы вышли сейчас на совершенно уникальную постановку вопроса, спасибо книжному маяку, значит, о роли книги, текста и смысла на две такие влияния этих явлений, на две функции в обществе, это средняя удовлетворенность женщин и, соответственно, прирост населения. Сейчас себя будет, это все, какие женщины, это, как бы, владение языком, это функция на удовлетворенную женщину и количество детей, которые рождаются в стране. Мне кажется, что прямо уже смена политики, не за горами, значит, если мы хотим увеличить население нашей страны, то, по большому счету, через чтение, через популяризацию функцию работы со смыслами между женским и мужским населением, мы точно эту задачу можем решить. Это я, как бы, а мы хотим увеличить количество поголовья, что ли, я имею в виду? Ну, посмотрим, а культурного, конечно. А, культурного, для этого надо начать вот с тех, которые сейчас. Конечно. Проблема состоит в том, что если вы пропускаете одно поколение, вы после этого теряете предыдущую цивилизацию. Значит, вот у нас есть одна культура, вот была там до революции, грубо говоря, да, потом вы теряете одно поколение, и после этого вы имеете совершенно другого человека. Мы сейчас точно так же теряем целое поколение, которое отпущено на волю вот этого информационного производства вот этого контента, ну, такого, лишенного каких-то целей, задачи, а просто служащие привлечению внимания там и так далее. Вот. И мне кажется, что поголовье сейчас не будет иметь ни малейшего значения. Нас очень много. Нас 8 миллиардов практически. Я все-таки про Россию скорее. Нас относительно территории занимаемой... Я, видимо, меня обвинят в космополитизме, но я считаю всех. Системный подход. Вот. И нас много, и проблема-то не в количестве, проблема в способности, значит, этих мозгов производить интеллектуальный продукт, который востребован и необходим, и который способствует развитию, формированию, созиданию чего-то нового. Ну, как бы, поэтому меня больше волнует, что у нас происходит в школах, что у нас с образованием университетским, потому что оно, конечно, переживает трагические времена. Я вот пользуюсь тем, что я чуть больше о тебе знаю, чем многие слушатели, и знаю, что ты психиатр. По своей основной профессии. По мне заметно. Да. Вот хотел взгляд психиатра, вот на наш уже вопрос, учиться, 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 но через какую призму? Вначале хочется вспомнить нашего соотечественника Виктора Цоя, который, ну, не надевая халат, но, в принципе, достаточно так ясно сформулировал, мама, мы все тяжело больны, мама, я знаю, мы все сошли с ума. То есть, если у тебя согласие с этой постановкой, и эта же постановка не только про некое состояние ума, души, сознания, но и про иллюзорность мира, которую человек в среднем воспринимает. Как избавиться от иллюзий в процессе обучения? Потому что каждый день, вот все мы идем, чему-то учимся, говорят, вот мы научились, мы здесь на курс сходили, там денег заплатили. И у нас складывается иллюзия того, что мы действительно чему-то научились. Может мы, можем ли мы посмотреть предельно здоровым, насколько мы сможем сформулировать взглядом на процесс обучения, саморазвития и выявить признаки, которые нам дадут точную обратную связь, что мы чему-то научились. Вот как бы, я сложно поставил вопрос. Ну, условно говоря, критерии того, что образовательный процесс имел место и закончился результатом. Ну, я думаю, что, прежде всего, это формирование нового профессионального навыка, если ты востребован на рынке со своим новым навыком, которого у тебя до этого не было, то можно сказать, что обучение прошло. Вот, к сожалению, сейчас это обучение вряд ли может пройти в стенах какого-то учреждения, вот это, как правило, с колес в боевом. Гибридный такой формат, да, там из разных источников. У тебя же нету, не было экономического образования. Нет, я не брат, я вот могу эту первую помощь оказать. Да, когда букво «Е» создавался, я думаю, что, в общем, все образование, все было сделано в реальности непосредственно. Вот, поэтому, к сожалению, просто нет у этого сейчас образования. Поэтому формирование новых навыков – это первое. Второе, если речь идет об образовании больше культурном, который я считаю столь же важным, как и любое профессиональное, потому что, в конечном счете, мы же живем, чтобы… мы же работаем, чтобы жить, а не живем, чтобы работать, вот, да, то, конечно, культурное, гуманитарное, в каком-то смысле, образование должно улучшать качество жизни. Если человек говорит, что после того, как я этому выучился, я стал более счастливым, более довольным, более, там, функциональным и так далее, и так далее, ну, то есть… Благополучным. Благополучным, да. Благополучным. Спасибо. Это хороший, действительно, параметр, потому что многие сегодня измеряют свое образование по финансовому уровню и, действительно, по некому благополучию, и многие особо умные люди, которые, ну, на этом не зацикливаются, они по другим критериям измеряют. Но я бы, не знаю, предложил бы понятие еще благодарности ввести, насколько тебе благодарны окружающие люди. Да, они могут тебе благодарны быть деньгами, могут быть благодарны не деньгами, как вот на селе, да, там, несут там яйца, сыр, как бы, вот, значит, ты точно полезное что-то сделал, спас, значит, родственника от неминуемой смерти, да, вот, вот эта вот благодарность как эквивалент уровня качества твоего продукта, твоей компетентности в социальной действительности, ну, это прямо вот мысли, родившиеся в нашем разговоре. И вот сейчас мы подходим к завершению нашей сегодняшней встречи. В завершении я бы хотел чуть больше о книгах, в том числе о твоих новых книгах поговорить, что уже вышло свежего, что в ближайшее время выйдет, у нас читательская аудитория на книжном маяке Петербурга, и плюс люди, которые осторожно подсматривают за нами, за читателями, значит, не пойти ли к нам, значит, в наше книжное пространство. Вот давай попробуем заманить тех, кто не особо читает, и вдохновить тех, кто с удовольствием читает. Я не знаю, насколько я могу вдохновить своими книгами, они у меня в целом такие, как это... Да-да-да, хит-парадах на первых местах, а в целом уже вдохновил, на самом деле. Да, но я сейчас определенное количество такой значительных усилий затрачиваю на создание детской серии, мне кажется, это очень важно. Книги, которые, ну, по сути дела, всегда, когда я что-то рассказываю про психотерапию, про мозг и так далее, мне все время говорят, почему мы этого не учили в школе, поскольку в школе продолжают этому не учить, значит, у меня есть серия для детей от 5 до 10 лет и от 10 до 14 лет, две серии книг таких, ну, для подростков, для этих, для подростков, а для детей это вот... Мозг, чтобы учиться на отлично, я уже знаю, что я куплю эту книжечку, у меня есть кому ее подарить сыну. Ну, она на самом деле для взрослых хороша тоже. Вот, ну, из последних книг это была книга «Не надо пофигизма», собственно, я здесь по пофигизм как-то... Да-да, из тонкой искусства пофигизма. Из тонкой искусства пофигизма, да. Я объясняю, что когда вы родились с серебряной ложкой во рту в стране, в которой можно делать все, что забухарасуется, как у тебя эта ложка во рту есть, вот, то в целом пофигизм вам не помешал бы, вот. Ну, вообще надо понимать проблемы, в которой существует американская культура, да, потому что эта культура значительно... Это мы думаем, что мы показушные, вот, на самом деле нет, да, американская культура, ты должен всегда демонстрировать успешность. Делай зубы. Да, ты должен всегда демонстрировать, что у тебя все хорошо, вот, и это, конечно, огромный стресс, и мои коллеги, как бы сказать, в Америке тратят огромное, конечно, усилие, да, на то, чтобы после этого, да, реанимировать человека. Это очень специфическое, нам просто кажется, что там все легко, там очень это сложно, и это большая проблема, и когда американский автор учит пофигизму, вот, я его очень поддерживаю, вот, только не надо нас, вот, потому что у нас просто этого пофигизма, но просто везде, вот. Это наш исходный ресурс, да, вот, и, вот, и я, собственно говоря, рассказываю, как в сферах, которые нам не, не, нами не воспринимаются как требующие вложения усилий, да, а вот собственное здоровье, например, да, психическое в частности, зачем вкладывать в него усилия, да, оно же само должно быть, там, любовь, отношения, там, оно же само должно, все же само должно, успех карьерный, деньги, ну, сами же должны прийти, они же, что, они будут приходить, вот, и, собственно говоря, эта книга, она, как бы, рассказывает, где и какие усилия необходимые предпринимают для того, чтобы, ну, вот, получить то, что мы считаем, что должно быть просто так дано. Ну, красная таблетка 2, это я уже не буду говорить, а ей вот сейчас вышла книга «Складка времени», которая, ну, она для такой ограниченной группы, она написана с использованием разной терминологии, такой философской, культурологической, да, вот, и я рассказываю просто здесь про время, в котором мы оказались, и время, в котором мы оказались, это время без будущего, потому что мы не понимаем, что будет происходить дальше, и вот, когда у вас нету будущего, что происходит с человеком, потому что до сих пор цивилизация, опять же, с эпохи просвещения формировалась будущим, там, будет происходить тот, соответственно, надо делать тот, да, в прежние времена, еще в более ранние, до просвещенческие тебе гарантировали счастье небесное за исполнение соответствующих действий за время твоей жизни, вот, после просвещения мы стали ставить перед собой цели благосостояния, успех, там, я не знаю, социального статуса и прочее, прочее, потому что сословия стали рушатся структуры, сословия, да, и стала возможность двигаться вверх, развиваться, там, и так далее, и весь 20-й век, это был вот накопленный, вот, этот вот, напряжение этих амбиций, которые выстрелили, дали мощнейшие, мы перекроили мир за 20-й век так, как его не перекраивали никогда, реки повернули, все, да, поворачивали со страшной силой, вот, и, но сейчас мы вдруг уткнулись в стену, потому что никто не знает, что будет происходить дальше, и это приводит к тому, что изменяется вообще наша собственная психология, потому что мы больше не знаем, от чего себя строить, не можем себя определить, не можем понять, чего мы хотим, и не можем думать конструктивно, вот, собственно говоря, эти критерии складки времени я описываю в этой книге. Спасибо, Андрей, вот, я просто не могу не сказать о том, что сегодня в 21.00, как раз с Александром и Николь Гротовске, мы поговорим на тему «Вы выходите, человек целеустремленный против человека растерянного, приехали, поезд дальше не пойдет, рельсы кончились, можно освободить вагоны, можно выйти, прошлое против настоящего», и мы как раз попробуем в этом разговоре посмотреть вот в это пространство, которое в фильме «Сталкер» позволяет в себя входить только с помощью гаечек и, соответственно, значит, очень внимательного и осторожного состояния движения. Действительно, это крайне интересно и, по сути, вот, такое предвосхищает вот это вот поле исследований складка времени. Я благодарю тебя, Андрей, за наш, мне кажется, уникальный разговор, мы сформулировали и ряд положений государственной политики сегодня, значит, по увеличению населения и благосостояния, в том числе, и производительность труда, это поручения президента, которые никак не могут выполнить соответствующие органы госуправления. То есть, в базе уже найдена определенная позитивная, конструктивная повестка, которая снимает вообще с шахматной доски фигуры, потому что вообще речь идет не на бинарности. Так, вот это очень осторожно, не снимаем шахматы, пусть все стоят. Нет, шахматы, да, то есть мы превращаем в какое-то музыкальное произведение вот нашу жизнь и ищем резонанс на базе книг, книги, потому что на самом деле книга и книжное пространство как генеральный контекст, как вот та основа идеологическая, многомерная, да, мультикультурная, полирелигиозная, да, это на самом деле хорошее основание для сложного мозга в этом разобраться, найти новую аксиоматику и оттолкнувшись от этой аксиоматики построить ну для начала там простейшую там читающую страну, а потом уже дальше пошло-поехало о дивный новый мир или какие-то другие, значит, там все было, как мы помним, не очень просто, но я уже в контексте того, что мы будем делать, а не то, что описано в тех или иных произведениях. Я рад сказать, что этим разговором не заканчивается фестиваль «Книжный маяк Петербурга», мы только в самом разгаре подбросили дровишек, дискурс продолжится сегодня вечером, а также все последующие дни на сайте petervuk.com вы увидите все встречи онлайн или в записи, если вы не успели на наши разговоры. «Книжный Петербург» — это тот город, где вот сейчас, благодаря там сложным обстоятельствам, мы как раз учимся объединяться, библиотеки, книжные магазины, культурные центры, литературные музеи для того, чтобы создать вот эту вот волну смысла, значит, лабораторию такую, культурную лабораторию, где самые любопытные, заинтересованные и ищущие люди найдут авторов по душе, по уму, по своему уровню, возьмут книги, разберутся, что делать с пофигизмом, не забудут детям купить книгу «Морска», чтобы учиться на отлично, чтобы повышать ЕГЭ и поручения, так сказать, оставшиеся, значит, в части повышения образования в России. В общем, мы много задач порешали, на самом деле не просто мило побеседовали, а большую работу. Как приятно, вот вдруг столько оказалось. Да, и наша запись, я думаю, будет работать еще как минимум несколько лет, до тех пор, пока не устареет по тем или иным причинам. Надеюсь, это не будет причинно, потому что люди вообще перестанут читать, а я в этом уверен, да, потому что для того, чтобы перестать читать, нужно отрезать себе правую половину мозга, в принципе, да, там сделать такую серьезную операцию. Вот, а пока есть правая половина. Левую? Левую. Нет, хорошо, да, но я просто, я имею в виду про бумажную книгу, то есть про то, что... Ну, какую бы ни было. Короче, языковую половину, да, мозга мы отрезать не будем, а сохранив мозг, мы точно будем читать и бумажную, и электронную, и аудиокнигу. И хочу сказать, что наши партнеры, книжные компании, например, Литрес для участников фестиваля сделала скидку аж в 25% на электронные и аудиокниги, в том числе Андрея Курпатова, и можно уже нажимать кнопочки всем, кто смотрит, значит, по промокоду Букмаяк, а также книжная сеть Буквоета в интернет-магазине дала 15% скидку, на все эти книги уже можно, значит, идти их приобретать. И, конечно, Санкт-Петербургский дом книги, который тоже для участников фестиваля по тайному, значит, никому не говорите, значит, штрих-коду, который вы можете найти на сайте petervuk.com, даст вам 20% скидку на книги Андрея Курпатова и всех участников фестиваля, и всех книжных книг, которые находятся в доме Зингера. Я благодарю всех, это была немного полезной рекламы, да, мы по большому счету внесли, так сказать, не только какую-то теорию, но и внесли вот эту вот фактуру, практику, пользу непосредственную от этого фестиваля, и на этом мы и будем дальше стоять, следующий фестиваль у нас с 8 по 10 октября, надеюсь, Андрей, ты с нами сможешь 8-10 октября продолжить исследование, вот, и я всех благодарю, до новых встреч, встречаемся на книжном маяке Петербурга.